Пенсионерка Ольга Метельская оформляет субсидию своей 83-летней маме, которая живет в поселке Высокий. Рассказывает, сама получает помощь от государства с марта этого года и для их семьи это единственная возможность оплачивать коммунальные услуги. Теперь, получив доверенность от матери, подает заявление на субсидию на ее домовладение. Она получает 1300, дом живет, газ. И у нее, например, в январе месяца 1700 только был один газ. И она, конечно, осталась, долг переходит, сейчас переходит, немножко заплатила, как может. Поэтому невозможно выживать. 1300 пенсий, как можно вообще выжить на эти деньги? Невозможно. Лекарства надо купить. Для получения субсидий необходимо написать заявление и заполнить декларацию о доходах за прошлый на момент подачи год. Назначение происходит в 10-дневный срок. Документы в управление соцзащиты населения можно предоставить наиболее удобным способом. Лично приносит или через уповноваженных, у нас есть в поселковых советах уповноваженные особы, которые принимают эти документы и к нам сюда передают. Может направить конвертом, обычным письмом. Может подать, у нас прописана процедура такая, в электронной заявке через сайт Минсоцполитики. В связи с повышением коммунальных тарифов ожидается и увеличение получателей субсидий в регионе. Чиновники советуют, чтобы избежать очередей и ажиотажа в преддверии отопительного сезона, оформлением нужно заниматься уже сейчас. Например, в Харьковском районе ожидают дополнительно около 30 тысяч заявлений. У нас в районе около 65 тысяч домовладений. Из них в зимний период получали субсидии более 20 тысяч домовладений. Это увеличилось количество подачи субсидий по сравнению с остальными годами почти в 7 раз. В областном департаменте социальной защиты населения успокаивают все, кому нужна помощь от государства, ее получат. В этом году на субсидии в Харьковской области планируют выделить более 4 миллиардов гривен. Если семья пенсионеров проживает в Харьковской квартире, площадью 65 квадратных метров, доходная одна члена родины складает 1500 гривен, то приблизительно вартость коммунальных послуг будет приревнена 2356 гривен. Но с этой суммы домогосподарства, то есть властники домогосподарства, когда они оформляют субсидию, сплатят 241 гривен 20 копеек. То есть это приблизительно 8% от дохода, которого получает семья. По информации Юрия Шпараги, в Харьковской области насчитывается 1 миллион 184 тысяч домовладений. Владельцы 403 тысяч из них получают субсидию. Елена Захаренкова, Павел Велицкий, Медиагруппа «Объектив».